Итак, здравствуйте, дорогие подписчики моего канала. Я с вами Марина. Сегодня мы находимся на нашей улице, улице Трудовая, поселок Товарковский, Богородицкий район Турской области. У нас здесь около дом 8-6, который отремонтировали капитальный ремонт. Видите, какие красивые у нас дома, да? Вот, 6 домов у нас. Но у нас очень большая проблема с одним деревом, которое здесь рядышком. И находится она, вот видите, дорога, да? И она очень вот такая у нас. Огромная, большая. И в чем проблема-то? А проблема в том, что она уже не живая. Посмотрите, дорогие мои друзья, она может упасть на дорогу. Здесь у нас дети, машины ездят, взрослые ходят. Смотрите, что творится. Видите, она уже все. Его надо спилить. Наши жители обращались по поводу этого дерева, А им сказали, что пишите в письменном виде. Дорогие мои друзья, пока в письменном виде это все будет происходить. Через интернет-то во время эпидемии мы общались по интернету. Никаких письменных не было, правильно? Вот. Поэтому, видите, все корни там. Она вот, сейчас ветер будет, как вот в Туле, например, там повалило очень много деревьев. В Москве. Вот. И она просто упадет вот на эту сторону. Будет ехать машина, как говорится, вот на дорогу. Или дети будут идти. Это вот такая березка. Смотрите, дорогие мои друзья, очень высокая. Я ей уже не знаю, сколько лет, наверное, как образовался наш поселок. Наверное, тогда еще сажали эти деревья. Вот. Точно я не могу сказать. Потому что вот росло она здесь, короче. Вот. Но факт налицо. Ее надо спилить. Сами мы спилить не можем, потому что, если мы начнем сами, она может упасть на тот, который будет пилить. Надо обязательно вызывать вышку, спилить сначала половиночку там, часами, короче, ее распилить и убрать отсюда. Вот так, дорогие. И вас, смотрите, рядом у нас находится кабель. Это у нас интернет идет, да. Вот. И может порвать провода, мои дорогие друзья. Также здесь, возле этого тоже, смотрите, такое же большое. Ее тоже надо обязательно обрезать. Вот ведь сухой сук тоже может улететь сюда на дорогу, на проезжую часть, мои дорогие друзья. Так что вот эта проблема, дом 86, вот это у нас, это не березка, это клен. Да. Извините, пожалуйста, это не березка. А я ошиблась. Это не березка. Вот. А это клен. Вот так, мои дорогие друзья. Тополь, тополь. А я клен. Тополь. Самое лучшее, что это тополь. Потому что у нас здесь тополя посажены. У нас березки вот там. Видите, вон березка рядом. Просто я перепутала. Вот она отсвечивает, когда я смотрела. Вот. Так что нужно его обязательно, этот тополь убрать. Распилить и убрать. Вот. Обращаюсь к администрации города Богородицка и администрации поселка Товарковской. Желякова Ленина Александровна. Будьте добры, пожалуйста, приведите порядок надлежащий. Это все. Вот. Так что, если вы хотите отвечать, как Игонин по суду за смерть чью-то, то, наверное, это не лучший исход. Лучше убрать. Лучше сделать. Предвратить смерть наших жителей. Потому что здесь играют и дети ходят, и взрослые, и машины ездят. Если этот тополь упадет на проезжую часть во время движения машины или детей, будет беда. Огромная и большая беда. Так что давайте не будем доводить до критической точки, а делать так, как надо. У нас уже электрические провода. Видите, тоже дерево на проводах. Прямо надо тоже пилить обязательно. Потому что это очень серьезно. Потому что порвутся, когда-то приедут, когда-то сделают. Лучше сразу все это сделать. Этим деревьям очень много лет. Понимаете? Их надо обязательно сделать окантовку, обрезку. Поэтому не так просто, как вам кажется, мои дорогие друзья. Это очень серьезно по отношению к нашим жителям. Вот так. Видите, вот дорога. И вот эти деревья. Особенно вот тут дерево. Она не живая. Там корни уже все. Ветер сильный подует. И будет беда. Так, дорогие мои друзья. Нахожусь в улице Трудовая. Опять у нас еще одна проблема. Это у нас здесь тополь. Может упасть на газовую трубу. Смотрите, дорогие мои друзья. Газовая труба идет на коттеджи. Здесь у нас дом 89, дом 90. И четырехэтажка так же, как и этот дом. У нас вот такой, 88. Здесь свой дом. Вот он. И магазин там, Спартак. Вот. Если произойдет обрушение этого дерева, произойдет взрыв, дорогие мои друзья. Жители с коттеджей обращались в администрацию, звонили. Но им сказали, пишите письменные заявления. Это уже второй случай, когда у нас надо опиливать на улице Трудовой деревья, кронировать. Но этого не происходит. Также обслуживание трубы возложили на коттеджников, на жителей. И говорят, что газовики, они еще звонили в газовую службу, им сказали, это ваша уже труба, значит все деревья должны опиливаться вами. Мои дорогие друзья, здесь нужно вызывать вышку, чтобы аккуратно спилить, чтобы не было взрыва, чтобы не было полома трубы, разлома. Потому что если сами жители начнут ее пилить, она может упасть на трубу, упасть. Понимаете? Это очень сложно сделать, чтобы не повредить. Сделать хорошо и аккуратно. Это надо уже специалистам. Не так просто пришел человек, взял, вот захотел он обрезать это дерево, спилить. И он спилил. Здесь нужно очень аккуратно, потому что здесь газовая труба. Она идет очень, здесь давление большое. Вот так. Это трудовая, около дома 89 и 90. Вот тут такое здоровое дерево. Я сейчас отойду. Тополь. Тополя уже старые. Они здесь росли очень давно. Смотрите, видите, как наклонено все это? Это очень серьезно, мои дорогие друзья. Поэтому обращаюсь опять же я к администрации, также к губернатору Тульской области. Пожалуйста, к Дюмину, чтобы он дал указания, чтобы сделали быстро, четко и аккуратно. Понимаете? Это очень серьезная проблема у нас. Вот так. Два дерева у нас на улице Трудовой. Один дом 86, другой 89 дом. Вот так. Здесь газовая труба. Еще раз повторяю. Нужно делать это аккуратно. Дорогие мои друзья, мы находимся с вами на улице Трудовая. С вами я опять Марина. Так. Что у нас опять проблема? Уже третья проблема, которая у нас образовалась за пятницу. Вот здесь порыв. Видите, водичка течет. Это холодная вода у нас. И течет она вот туда, вниз. Мои дорогие друзья. Поэтому обращаюсь опять к водоканалу, чтобы немедленно устранили течь. Напор очень хороший. У нас опять снизилось. Спасибо. У нас устранили дом 90. Устранили напротив дом 90 течь. Но у нас тут же образовалась еще одна пробоина. Так что обращаясь опять к Тульской правительству, буду обращаться, помочь устранению этой проблемы. Потому что напор воды у нас значительно снизился сразу же. Понимаете? Это хорошо, что еще погода, дожди. Вот. Нам помогают. Мы не поливаем этот период времени. А если была бы жара, то у нас значительно вообще она шла как по ниточке. Вот так, мои дорогие друзья. Здесь у нас контора, которая относилась к товарку с сахарным заводом, который не функционирует. Здесь у нас жилые постройки, дома. И это течет туда вниз. А тут общежитие, в котором когда-то я жила тоже. Вот. Вот видите? Туда льется водичка. Напор очень хороший. Поэтому хотелось бы еще раз призвать к ответственности водоканал Осипова, непосредственно руководителя водоканала, чтобы устранили течь, мои дорогие друзья. Нам это уже, как говорится, надоело. То там, то тут. Вот так. Вот и все. Спасибо вам, что вы посещаете мой канал. Я с вами Марина. Я даже вчера уже вечером меня водили, показывали. Спасибо, что у нас неравнодушные есть жители, которые все недочеты, все проблемы скидывают меня водоклассники. В соцсети помогают и устранить, чтобы эти проблемы решить. Еще большое, огромное им спасибо, что у нас есть такие люди неравнодушные. И их становится все больше и больше, мои дорогие друзья. Спасибо всем. Дорогие мы вместе победим все эти проблемы. Все. Пока-пока. Всем здоровья желаю я. С вами Марина.